Музыка Во дворе дома 12А на улице Любы Новоселовой оживленно. Желающие выстроились в очередь, чтобы сдать анализы на коронавирус и исключить лишние переживания. Никакой опасности для окружающих эти люди не представляют. Если связаны какие-то проблемы с логистикой, подъезда сюда такси и так дальше, то они решаются правоохранительными органами и, собственно говоря, не у меня же плоскости этот вопрос. Ничего сверх тревожного в этой ситуации я не вижу. Я считаю, что анализы, отбираемые от лаборатории, делаются все правильно. Мы видим здесь людей, которые в масочках, то есть они не организуют скучности никакой. Поэтому она должна работать в обычном своем режиме, потому что она для этого и создана. Все экстренные меры приняты. Мы также попросили и нашего главного санитарного врача по Одинцовскому городскому округу в ежедневном режиме каждое утро проводить проверку этой лаборатории на соответствие на дезинфекцию. И сейчас все нормативные документы дополнительные для спокойства граждан мы повесим о том, что все соблюдено, рекомендации есть и это деятельность закона. А вот переживанию жителей этого дома прибавилось. Увидев число желающих подтвердить или опровергнуть наличие вируса в организме, местные жители испугались. Мы являемся точкой, куда стягиваются больные, предположительно больные, или контактирующие, или люди, которые не признаются в этом, но хотят провериться. Поскольку реклама с одной стороны, они начинают бродить вокруг дома, заходят в подъезд, трогают ручки туда-сюда. То есть мы, находясь дома, например, выходя из подъезда за продуктами, возвращаясь, мы все равно там контактируем с этими поверхностями. Это не должно подвергать жизни, здоровью, опасности других людей. Есть специальные возможности, можно принять меры. Поставить вагончик действительно где угодно, или каким угодно другим путем, поставить бытовку. Есть разные способы. Чтобы снять обеспокоенность, на место выехали представители Роспотребнадзора и администрации округа. Мы зашли лично, посмотрели все документы нормативные. С нами присутствовал наш главный санимпедиолог по Одинцовскому городскому округу Мазгалина Антальюрина. У них есть лицензия, есть постановление главного врача Российской Федерации, санитарного врача, о том, что такие анализы могут вестись, забираться, о том, что они должны соблюдать определенный набор правил, при том, что они берут эти мазки. И им рекомендовано, как раз людям, находиться на улице, на определенном расстоянии, для того, чтобы во время этого забора и сдачи теста. В лаборатории приняты все меры безопасности. Вход отдельный. Главное, что должны учитывать те, кто решил сдать анализ на коронавирус, это соблюдение рекомендованных мер. Необходимо держаться друг от друга на расстоянии, использовать маску и перчатки. Никто не находится. Вентиляционная камера закрыта. Все объявления и поверхности закрыты. Согласно рекомендациям ведется обработка помещений входной группы. Важно помнить, что здесь не принимают больных людей. Если вы почувствовали недомогание и вернулись из стран с неблагоприятной эпид-обстановкой, вы должны остаться дома и вызвать врача. Только врач примет решение о дальнейшем лечении и сдаче необходимых анализов. Лаборатория Гемотест принимает здоровых пациентов, которые просто хотят знать, являются ли они носителями коронавируса или нет. Собираясь в клинику на анализ, не забудьте взять с собой паспорт. Мария Шмаскова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.